собственно говоря это третье видео из плейлиста для новичков и мы очень плавно медленно и легко подобрались к такому пункту как какой табак выбрать для дома и какой уголь выбрать для дома если вы сегодня не услышите наименование каких-то клёвых и классных табаков о которых вы когда-то слышали но я их не назвал я их не назвал потому что либо не посчитал нужным их называть здесь либо потому что они мне не интересны либо потому что я их не знаю вот три варианта поэтому о них писать не нужно можно типа просто спросить а как тебе вон то вон то но вряд ли если я здесь что-то не упомянул то я пробовал давайте начнем сперва с табаков и начнем мы с легкого сегмента табака мне кажется то что все начинающие ребята которые приходят новички они начинают именно с легкого сегмента уже потом уходит чуть более крепкая и хочется затронуть сразу такой сегмент как чербет отдали будто прочее 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 на самом деле существуют хорошие плюс-минус варианты типа будто будто нормальная она там есть очень классные вкусы но чербета далее как бы забываем сразу ребятки это как бы не особо презентабельные продукты даже на данный момент несмотря на то что у них у некоторых есть акциз уже но типа не самые клевые продукты я буду сюда посмотреть потому что батарейка почти села и нужно наблюдать и не провтыкать этот момент зома зома это плюс-минус то же самое что тот же самый чербета далее и так далее но типа более такой бразильский лад тоже какие-то около миксы честно сказать я еще не попробовал ни одной пачки ни одного вкуса и честно желание нету абсолютно никакого табак x неплохая бюджетка легкого сегмента с которой достаточно просто на мой взгляд обращаться мы еще рассмотрим забивки некоторые я вам покажу как принципе можно забивать любой легкий табак и вот это как раз таки тот класс когда типа плюс-минус хорошее попадание в ароматику которая заявлена это соло база вы можете по 170 рублей получается тратить на 50 грамм и там условно в 1700 рублей можете уложиться взять 10 вкусов и попытаться начинать миксовать именно с них про микс у нас будет тоже отдельное видео поэтому табак x одобряю интересно спектрум существует градации 40 грамм стоит приблизительно 280 300 рублей за 40 грамм это уже такой некий level up в ароматике на мой взгляд спектрум один из самых удачных табаков который выходил в принципе потому что сколько бы спектрум не пробовал меня вопросы есть как энергетику который его только недавно попробовал все кто подписан на мой канал давно помнят я это повторяю в 1567 раз что я не чувствую энергетики но в случае со спектрумом не почувствовал его там не только я вот b3 hu это проходим мимо этого продукта абсолютно безвкусном разотно непонятно зачем сделано горит на 3 углях не работает на 2 зачем они его сделали я не понял поэтому b3 безинтересно забываем нахер альфа кир 180 рублей алды берите новичкам как бы ну ребят вряд ли вы поймете этот продукт это реально такая олдовые история из объединенных арабских эмиратов когда там типа ничего не было мы курили альфа кир потом появилась там каким-то чудесным образом кто-то для себя блять открыл нахлуп все начали тащиться по нахли там чербета далее так далее но вот одним из первых был альфа кир на массовом рынке и соответственно все его помнят все его пробовали но продукт не для всех с ним нужно уметь работать сибера в сегменте 220 рублей за 40 грамм по моему там 20 граммов к стоит 150 по типа проще купить реально сороковку ну нормально можно покурить можно покурить неплохо есть хорошие вкусы опять же был видос там смотрите там узнавайте вообще спектру успеха элемент блять сибера более-менее адекватный продукт но с нюансами элемент воздух 200 рублей приблизительная розница земля и вода по моему 280 или что-то такое тоже в целом адекватный продукт но очень сильно любит жар но так как это легкий сегмент мы с вами будем рассматривать белый спектрум тот который воздух воздух неплохо неплохо но типа тоже с нюансами dark side shot многие когда слышат dark side сразу подразумевать что это епать это крепко ты чё нет dark side shot это готовый микс и на основе мне кажется что дэви хуки у гораздо легче чем обычный dark side даже чем dark side бэйс неплохо неплохо на самом деле с этого можно начинать понимать что такое микс и смотреть на эти сочетания и в голове у себя выстраивать как плюс-минус сочетаются вкусы то есть эта штука не только полезно в том плане что вы можете прикидывать как собирать миксы но и вы понимаете как эти вкусы между собой гармонирует остается только подобрать пропорции и все да или хука хороший вариант для тех кто любил фумари для тех кто когда-то где-то в далеком прошлом попробовал фумари когда он еще был самим собой и сейчас ищет его аналог дэли хука это как раз таки тот самый аналог на который стоит обратить внимание я прям бы вам рекомендовал малайзиан табака здесь спорный момент спорный практически со всеми людьми с которыми я пробовал опять же у меня был видос на малайзию и как вы помните мне там не особо он сильно и понравился но короче мы решили списать это все на партию то что мне по ходу приехала не совсем удачная партия потому что очень многих людей я встречал очень многие люди говорили то что типа блин очень странно что тебе не понравилось потому что реально есть топовые вкусы и мы курили то же самое что было у меня я уже собрал там из рандомных людей фокус-группу так скажем которые пробовали и даже они сказали то что типа это не та малайзия которую пробовали они кстати я сегодня с представителем спешусь смог анжелс да грубо говоря неплохо вот смог анжелс неплохо но опять же эйсит бери redemption apple и кукуруза вот эти вкусы а может быть сайнер пич можно еще брать 4 вкуса которые можно рекомендовать а нет divine пич называется сайнер фрут это по моему ананасный барбекю фу блять фу нахуй pacific road это root beer который вам изначально не нужен на вашем пути знакомства с кальяном и дзен латте это трава от которой блевать тянет поэтому лучше всего не стоит воздержитесь крепкие табаки ребятки крепкие табаки здесь мы в этот разряд закидываем не только прям такие крепкие шаминя ушатывает мы закидываем сюда такие табаки что я закрутился завертелся которые вот при условии то что вы только-только приходите в кальянную культуру и начинаете с этим совсем знакомиться и пытаться это курить для вас это будет крепко то есть если вы только знакомитесь с кальяном то что я сейчас перечислю для вас будет крепко вероятнее всего dark side здесь в принципе я думаю что не нуждается в комментариях данный продукт особенно в моих продукт себя давно зарекомендовал на рынке и понятное дело что он будет еще очень долго качать и долго сидеть на своем месте идем дальше дав терпеть ненавижу этот продукт но многим он нравится поэтому в целом можно у них есть готовые миксы есть не готовые миксы есть соло ароматы у них ебанутый ценник это 750 800 рублей все зависит от региона и от дистрибьютора который охуел на маленькие баночки стоит 240 рублей 25 грамм на это вообще прям отрыв башки блять но типа если интересно покупаете маст хэв сика собаки потому что перешли на погарскую фабрику и все пошло по пизде ровно с этого момента не знаю не нравится абсолютно вообще просто вот отсутствие вкуса до свидания просто недавно взял ананас который был у них самым лучшим и я чуть не проблевался когда его курил это абсолютно говнина которую курить невозможно но если вы хотите если вы слышали когда-то pinkman и вам вот запало это в голову 165 рублей 180 190 где как каком регионе большая банка 750 смело берите пробуйте блеванете отпишитесь в комментарии северный неплохой продукт с заявочкой на один из топчиков но при этом у него очень сильно вылезает табачка некоторые аромки сильно мразят там где они не должны мразить бывает такое то что ты смотришь на какой-то вкус и думаешь ну вот здесь точно не могли проебаться и вот как раз таки здесь они проебываются тот же самый персик это отвратительно это реально какой-то во многих вкусах есть прососа у северного тоже называют типа ананас один из самых лучших не знаю мне ананас не зашел вообще и вишня мне тоже у них не понравилось но в целом как продукт очень интересно то есть я бы прям рекомендовал попробовать если нужен крепач спектрум черный спектрум один из лучших крепких табаков на сегодняшний день на мой взгляд хотя в данном моменте для меня черный спектрум мало чем отличается от белого не кажется он вообще не крепкий но обывателю который только-только приходит черный спектрум может показаться реальный крепковатым но спектрум я бы прям рекомендовал у него есть маленькая пачка опять же 280 300 рублей можно начать знакомство именно с этого есть крепкий сибера который я не пробовал ничего говорить не буду но многие говорят что это неплохо вот поэтому отталкиваясь не от своего мнения от мнения большинства кто-то говорит что это хорошо так это или нет утверждать не буду сам не пробовал burn black burn неплохо может кому-то показаться слишком химозным ввиду того то что там прям все перенасыщены перри оровлены и так далее кстати после видео нужно будет взять все свои контейнеры которые есть открыть и дать им постоять несколько часов ну что реально что-то под прям пиздец как перенасыщена не знаю с чем это связано но типа бывают случаи когда типа пожалели аромки налили ее примут мало-мало а вот в этом случае перелили настолько что-то курить невозможно иногда бывает но приходим домой открываем пачечку даем постоять ей пару часиков и все плюс-минус адекватно курица крас мол очень много ботерта вокруг этого продукта кто-то говорит что они уебки кто-то говорит что они молодцы кто-то говорит что они слишком дорого кто-то говорит что наоборот нормально короче ребят не пробовали не пиздите это раз а во-вторых стоит попробовать потому что реально есть топовые вкусы реально они есть 180 рублей рекомендованная розничная цена за 20 грамм и по моему 700 или 650 за сотку вот здесь точно не вспомним прикольная тема достаточно в меру такой вот крепенький для большинства покажется для меня это уверенность средний такой вот сегмент табака неплохо тоже неплохо элемент земля и вода земля будет покрепче чем вода но в стоимости они одинаковые это 280 300 рублей проблема в чем вам нужно будет 4 угля этот продукт хотя они и заявляли что он якобы будет работать на 3 не я он также еле-еле работает на 4 как в наши старые добрые времена поэтому я бля с углями вам обеспечено нужно будет немножко подгонять под него жар понимать как он работает тогда вы его будете курить с удовольствием и самый самый-самый топ продукт на мой взгляд на сегодняшний день танжерус все-таки что блядь это это как это что как будто бы волшебной палочкой кто-то взмахнул блять произнес заклинание произошел какой-то лютый пиздец на самом деле танж это хороший отличнейший прекраснейший охуеннейший крепкий табак который даже мне иногда кажется крепковатым интересно да прикольно да продукт очень специфический очень специфический с ним не получится так как с остальными у тебя не получится бросить его в чашу и чтобы он работал если с остальными табаками так можно с танжом так нельзя танж нужно забивать определенным образом я когда-нибудь сниму на него забивку но на сегодняшний день вот наверное дертуа и там же ты самая крепкая что я пробовал танжерс это больше не про супер яркие вкусы это про вкусы с более-менее адекватной ароматикой то есть существует вкус табака существует ароматизатор и вот они вместе соединились и вкус табака дополняет вкус ароматизатора эрик хоффман создатель табака танжерс в свое время очень крутую фразу сказал я хотел сделать свой табак чтобы он был похож на табак а не на варенье и у него действительно это получилось табак очень классный ну и для хардкорщиков которые не хотят приходить в кальянную сферу и типа аргументируют этим то что заебали ваши ягодки заебали ваши малинки хочется что-то специфическое интересное сатир без аромка этот табак без ароматизации который курица как оригинальный табачный лист об этом тоже будет отдельное видео сатир 225 рублей маленькая пачка большая от 750 и выше зависит от коллекции и от линейки я бы рекомендовал брать сразу бриллиант коллекшн номер семь и non-flavors бёрли куантрона бёрли куантрон нужно хорошо прогревать либо вашему горлу придет пиздец а бриллиантовая коллекция номер семь это очень прикольная табачка с ярко выраженной цитрусовой сенной ноткой но типа опять же восприятие может быть разные я его так чувствую я так чувствую я художник господи короче интересный табак его на самом деле стоит попробовать хотя бы просто убедиться твое это или нет несмотря на то что славик к мтм стебет этот табак мне он закатил то есть очень даже неплохо вопрос извечный какой же уголь взять а взять его достаточно просто берем либо дельфин либо фан кони и радуемся жизни все здесь как бы ребят вообще без комментариев почему потому что я очень давно пользовался дельфином потому что сейчас я пользуюсь фан кони когда в магазине нет фан кони я беру дельфин финал спасибо вам ребятки за просмотр надеюсь этот список табаков я продублирую его в описании постараюсь везде вставить на него омбли ценники нельзя оставить меня заблокирует господь короче все ценники я вам плюс-минус называл какие помню наименование есть в описании какие-то быть и можно какие нельзя брать и так далее спасибо вам за просмотр подписка лайк дизлайк дело за тобой тут всякое повылезает плейлист для новичков очень полезные видео все вот здесь нажми вот на эту хуйню здесь повылезает ёбнешься там сколько интересного внизу комментарии ты можешь высказаться на счет всего что ты хочешь вот не иби гусей будь человеком спасибо тебе за просмотр и как всегда мы с тобой увидимся в следующем видосе а